У нас сегодня с вами восьмое занятие. И вот как эпиграф, да? Конец, заключенный начале. Сегодня потрясающие люди. Я их очень люблю. Вот эти вот акцентированные такие. Достаточно большое количество по жизни мне пришлось их пересмотреть. И мне бы хотелось сегодня вам показать таких людей такую форму жизни, такую поведенческую модель с двух сторон. Вспоминаем. Эти люди, они живут в крайностях. Или жадные, жестокие, или милосердные до безумия. Вот смотрите. Как видимая часть нашего поведения или поведения таких людей, оно всегда позиционируется такое. Я готов, но ни на что не способен. Состояние абсолютной готовности, но при этом действовать не буду, ничего не случится, давай потом. Это или мыслительный процесс, действия. Ну вот я думаю, 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 думаю. Если меня спросили, то я готов. Да, я готов. Ну да, давайте как-то чуть позже. Давайте вот. Да, это очень интересно, это очень классно, это очень замечательно. Надо это все обсудить. Просто сейчас у меня нет времени. Давайте завтра встретимся, еще раз все обсудим, и вот все будет хорошо и замечательно. Одна форма жизни. Это длительный процесс, в котором человек позиционирует себя, как вроде и знающий, вроде и умеющий, но никак начать не может. Понимаете, о чем я вас говорю? Это такая безролевая форма. Главное, что надо высказать. Я готов, я готов, я буду, я хочу. Ну просто сегодня дождь на улице. А так вот вопросов нет. Вот все понял, все согласен, все готов. Даже женщины так и говорят, да? У меня муж такой, что не украсть, не покоролить. Но такой презентабельный, такой разговорчивый, такой все знающий, даже специфические темы какие-то можно будет обсудить. Такие глубоко философские или какие-нибудь исторические какие-то сюжеты. Ну такие. Говорить мы умеем, но с делами у нас беда. Есть понимание, о чем разговаривать? Дальше идем. Последствия всегда будут. Ну не смогла, у меня автобуса не было, но что-то машина стала, там что-то свечи залило. Ну давай завтра. Что-нибудь? Ну давай завтра. Всегда есть последствия, потому что, еще раз давайте вспоминать, если человек не включается сразу, то количество препятствий, когда он оттягивает, оно просто будет увеличиваться. Он их будет видеть визуально. Он их будет сам себе создавать, как оправдательную базу. Сегодня не получилось, в босоножке дочь пошел. Завтра машина, там что-то случилось, послезавтра мама позвонила, послезавтра еще там кто-то что-то. Не, ну а в принципе я готов, давай, я готов. Уже все сгорело. Вот обычно. Я всегда говорю, уже забыла, пропила, купила, продала, сносила, по новой купила. Говорит, а что, ну давай делай. Давай, давай поехали, давай покупать, давай там что-то. Слишком долгое время человек прокручивает одну и ту же мысль, что надо, 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 но при этом ничего. Именно на физическом плане, именно вот встать и пойти сделать, условно за хлебом, да? Никак. Ну это на диету садятся, там фитнес-клубы ходят везде. Вот да-да-да-да-да, вот эти штаны купил, кроссовки купил, там что-то эти все измерительные приборы купил. Понедельник, понедельник. Ну это как этикеточка завтра. Завтра она же может длиться, если числа нет, то завтра это может бесконечно быть. Просто сегодня какие-то необходимые дела, через которые переступить нельзя, а вообще лучше, ну там что-то почитать, типа там посидеть, прояснить, где-то поковыряться. Дальше. Я обязательно когда-нибудь научусь, но люди никогда ничему в этом формате не учатся. Есть такая предубежденность, что надо подождать, и на моей улице обязательно будет праздник. И не может же быть постоянно плохо, когда-то же будет хорошо. Ну просто надо подождать, когда будет хорошо. Но при этом бесконечная какая-то возня, бесконечное это хождение по периметру, и крайне сложно из него выйти. Знаете, вот эти баночки с крышками, там бушки, вот крышечку открыли, бушка выскочить не может. Никогда ничего не будет делаться, то, что обещается. Вот про книжку я вам рассказала. Да-да, я обязательно прочту. Ну вот как-то, как-то. Здесь нарушенная достаточно конкретная такая ориентация как по времени, так и вообще по прохождению чего бы то ни было. Только побудительная такая реакционная форма. Стукнули, побежал, бах, до конца дошел, развернулся, там стукнули, опять побежал, бах, до конца дошел. И вот туда-сюда гуляем, туда-сюда гуляем. За периметр не выходим, и как только появляется возможность, по отношению к другому человеку, там мы, конечно, расскажем все, что мы думаем, что ему нужно делать, как идти, куда бежать, как страдать, как переживать, кого бросить, что одеть, и все-все-все-все прочее. Все равно я прав, и это как защитная функция. Нет, это так и все, и никак иначе. Люди непримиримы в этом случае. Почему идет такая жесткая агрессивность? Нет, я сказала, я прав. Почему? Как видимая часть, опять-таки, если это мужчина, то в своем взятом периметре война без правил, и всех подчиним, по крайней мере, будем стремиться. А вторая крайность может быть обаятельной такой, приятной, разговорчивой, и все хорошо. Но там кто-то ему от забора до заката. Вот забор есть, бах, закат на свое, бах, туда. А дома будет такой конкретный правитель, мини-правитель, мини. Дальше идем. Вот это мне очень нравится. Тут такая, знаете, синергия получается. Такая ласковый обман, и с улыбкой на лице, нож в спину. Она смотрит, как живая. Ой, а как это? Я ж вроде так старалась. И туда старалась, и сюда старалась. А тут, оказывается, не очень. Выкручиваемся, и всегда это состояние, вот, знаете, придумай. Нет, ну я была абсолютно уверена, что это так. Ну что ты? Нет? Ну, наверное, ты мне просто не поняла, ли я тебя не поняла. Давай еще раз. Давай еще раз. Но при этом очень красивая, такая приятная, достойная, потрясающая улыбка на лице. А за спинкой такой, или, говорят, за пазухой, да? Дальше идем. Вот эта категория людей, они, знаете, как берут какую-нибудь тему и начинают ее мусолить. И размышляют, и размышляют, и размышляют, и размышляют. И какие-то бесконечные данные, которые вообще не сходятся, вообще никак. Надо упрощать, а мы все усложняем. Усложняем, и там надо туда, это та подошла, это ту сказала, а там было вот так, а теперь получается вот так. И теперь я не знаю, этот уехал, может, это знак, а надо было. В общем, короче, это все делается только для одного, чтобы ничего не делать. Формат один и тот же. Вот как я тут начала, да, я готова, в принципе, готова. Но способность пока где-то осталась у меня. Как найду, так начну. А это уже интерпретация, вот такой форма забалтывания себя для того, чтобы мне было достойно, хорошо, такая массивная, очень фундаментальная, оправдательная база. Я все сделала, что смогла. В жизни не все получается, собственно говоря, моя жизнь зависит от многих обстоятельств, обстоятельства формируют люди. и в этом случае я сделаю герою сюда, вот булку сюда. Ну, пока оставим так, как есть. Главное, у себя уж это. Ну, или товарища, который об этом спрашивает, чтобы была такая красивая, достойная, словесная, лингвистическая позиция. Я-то это да. А вот обстоятельства сильнее меня. Дальше идем. Вот тут начинается уже, знаете как, когда это уже все не сработало, вот это словоблудие, то здесь, как только более серьезный человек начинает предъявлять какие-то претензии или требовать каких-нибудь вещей, да что вы, у меня вчера как спину-то схватило. Я же вчера мебель хотела передвинуть, думаю, ну передвину, и как раз в 12 буду готова. Так я и мебель-то не передвину. Я с кровати встать не могла. Прямо вот так вот меня взяло. И я прям так и ногу потянула, и голова вот так сошлась, и глазки в кучу. Это вы скажите спасибо, что я через неделю вообще нашлась. Доктор мне сказал, доктор мне сказал, что с такой болячкой вообще в течение недели не поднимаются. А я такая ответственная, обязательно. Вот видите, пришла. Есть понимание, о чем разговариваете? Дальше. А для самого себя человек так себя говорит, ну что, ну да, ну не получилось, ничего страшного. Никаких угрызений совести, никаких хотя бы таких более или менее действий, знаете, прописанных. Или вот циклическая система, человек надумывает, что он, какое он мнение имеет в отношении к другому. Если авторитетность ниже товарища, который думает, значит, вот этому товарищу достанется, называется. все гадости, все пакости, все такие обманные вещи, все такие манипулятивные вещи, как из рога изобилия. Здесь зарождается система, сколько же должен ему этот мир на момент выхода самостоятельно. Вот наша задача с вами сегодня понять, увидеть вот этого уродца, нашего любимого, хорошего, замечательного. понять, как нам его создали, а мы приняли. Еще раз услышьте меня. Вы или любой другой человек выхода здесь не было. Легкие передышки были, если была бабушка или дедушка, или соседка, или дядя, или собаку. Почему ребенок просит собаку? Бессознательно, чтобы взять собаку и выйти отсюда. Когда это не помогает, собаку оставляют, потому что это не сработало. И все делается по жизни. Почему кружки там или еще как-то? Почему ломка? Ребенок пытается выскочить, у него не получается, и рано или поздно он смиряется. Как только разбираемся, кто это такой, сразу идет понимание, зачем я это делаю. Выходит система, которая в лице мамы, папы и всех остальных, они прям живые такие стоят. Говорит, да, у нас так принято. Я так считаю. Еще так вот головой трусит. Я так считаю. Но должно быть собственное. В этом случае, от кто я, и зачем я это делаю, и как мне это нужно, можно изменить, и где мне это взять. Кто я? Первый вопрос. Кто? Если вот эта вот мелочь пузатая, ну вы же понимаете, да? Тогда и отношение к вам будет, как мелочь пузатая. Не более того. Когда я понимаю, что происходит, ну какого, я попросу туда, куда мне не надо. Мало ли кто что сказал, мало ли кто что думает, мало ли кто что хочется. Я присаживаюсь, мне туда точно надо, говорю, аргументирую, по какой причине, да? Зачем я это буду делать? Для чего? И если мне это действительно нужно, поднимаем пятую точку, идем, проясняем, заявляем позицию, говорим, ребята, та-та-та-та-та. Нет? Нет. И тогда действительно, когда вы уже наработаете такой формат жизни непривязанности, абсолютного равновешенности, четкого понимания, что происходит, люди к вам потянутся, потому что они это делают. не умеют. Должно возобладать именно мировоззрение другого порядка, но не были мы никогда такими убогими, когда два слова, и кроме денег больше ничего не интересует. Но не были мы такими. Нас такими пытаются сделать, но это же наш выбор, быть такими или нет. Должно возобладать, потому что мы не делаем, что мы не делаем. И мы не делаем, что мы не делаем. И мы делаем. Продолжение следует...